Всем привет, с вами Полтин. Добро пожаловать на канал и в этом видео мы с вами поговорим на тему как сбросить айфон до заводских настроек, если вы забыли пароль. Тема актуальная, потому что люди, когда покупают новое устройство, старое или продают, или передают членам своей семьи. Так вот, нужно его скинуть до заводских настроек, чтобы никакого вашего контента и ваших паролей там не осталось. Давайте поговорим на эту тему, буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, а также подпишитесь на канал. Итак, я расскажу несколько способов. Начнем мы со стороннего софта. Это приложение iPhone Unlocker, а потом поговорим о других способах, которые уже предлагает сама Apple и решим, что удобнее. С помощью iPhone Unlocker сделать все очень просто, буквально в один шаг. Первое, что нужно, это, конечно, подключить ваше устройство к компьютеру. Приложение есть и на Windows и на Mac. Дальше вы нажимаете на кнопку удалить пароль с экрана блокировки, видите, что вам предлагается и дальше нажимаете на кнопку начать. Вы увидите вашу версию iOS и ваше устройство. Дальше все, что нужно сделать, это нажать на кнопку старт и начнется процесс загрузки этой iOS и после этого iOS накатится на ваше устройство. Таким образом, телефон скинется полностью до состояния, когда он был из коробки. Перед вами будет чистое устройство, вам его нужно будет настроить и после этого можно продавать устройство или передавать дальше. Никакой информации там точно не осталось, включая ваши пароли, вашу информацию iCloud и так далее. Даже фотографии, видео, короче, все удалится. Это максимальный, простой и быстрый способ, который толком не требует вашего участия. Второй способ требует наличия компьютера с установленным iTunes или Finder в случае Mac компьютера. Так вот, здесь вы также подключаете ваше устройство к компьютеру, заходите либо в iTunes, либо Finder на Mac и здесь переходите на страницу вашего устройства. Далее нужно нажать на кнопку восстановить, подтвердить все шаги, точно так же скачается iOS и накатится на ваше устройство с нуля. Дальше нужно будет настроить гаджет как новый. Тут есть нюанс, что компьютер должен быть авторизированным для iTunes или Finder, то есть вы должны были им пользоваться раньше и делать копии, иначе может не получиться и могут возникнуть кое-какие проблемы. В целом это также просто, но есть нюансы в виде авторизированного компьютера, который должен быть. И последний третий способ, который делается напрямую на iOS устройстве, это зайти в настройки, основные, в самом низу вы найдете сброс. Там вы можете сбросить контент и настройки, по сути это должно привести к обнулению устройства, то есть оно будет полностью пустым, но были кое-какие нюансы лично у меня по опыту эксплуатации. Когда я покупал один из айфонов с рук, там точно также при мне человек делал такой сброс, но почему-то остались все пароли и я мог спокойно зайти в контакте, в твиттер, в инстаграм этого человека. Так что имейте это в виду, сброс на самом устройстве не всегда надежен. Самое надежное это использовать компьютеры и предложенный ранее способ с помощью программы, ну или Finder, ну или iTunes. В общем самый удобный и быстрый способ, который не требует никаких авторизированных компьютеров, это использование приложения iPhone Unlocker. Ссылку для вас я оставлю в описании к видео, переходите на сайт, там имеется полная версия программы, имеется даже пробная, которую можно установить на Windows или Mac и попробовать, а потом принять решение покупать или нет. Здесь на сайте вы видите, что приложение совместимо с iOS 14, iPadOS 14 и с новыми айфонами, которые вышли. Ниже вы видите случаи, когда можно использовать это приложение, в каких ситуациях, ну и конечно для каких устройств и компьютеров это все будет работать. Список обширный, так что свое устройство, я думаю, вы здесь найдете без проблем. Также, если есть какие-то вопросы, имеется подробное руководство, которое точно расскажет, как правильно все делать шаг за шагом. В тексте намного удобнее, поэтому переходите, если будут вопросы. На этом все, ребят, я буду очень рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал, ну и конечно спасибо за просмотр. Пока!